Прилагательные бывают трех окончаний, двух окончаний и одного окончания. Самый распространенный тип, вот как на этой странице, это прилагательные трех окончаний. Это значит, что у них есть собственное, как у прилагательного аксиос. Окончание для мужского рода, аксиос на ос, женский вариант с окончанием на альфу, аксия и средний род аксион. Аксиос, аксия, аксион. То же самое в прилагательном агатхоз. Агатхоз, мужской род, агатхэ, женский род, агатхон, средний род. Нетрудно заметить, что мужской род, аксиос, аксио, аксио, аксион, аксио, аксион, аксио, аксион, аксиос, аксиос. И средний род, аксион, аксио и так далее, склоняются по второму склонению. Обычные окончания второго склонения. То же самое с прилагательным агатхоз. Мужской род и средний род по второму склонению. А вот полагательные женского рода, аксия, аксиос, аксия, аксия и так далее, как нетрудно заметить, они склоняются по первому склонению. Аксия ударение не на третьем слоге от конца, как в аксиос, а на втором. Почему? Потому что альфа долгая. Кстати, это так называемая чистая альфа. Мы видим ее не только в номинативе, мы видим ее здесь, в генитиве, тесаксиос. Мы видим ее в дативе. В акузативе тоже альфа долгая. Это альфа, которая как бы заменяет эту. Почему здесь альфа чистая? Ну, потому что она стоит после йоты. То есть те же самые правила, чистая альфа после йоты, после эписелон, после ро, вот это правило, которое мы помним по существительным, оно распространяется и на прилагательное тоже. Ну, а в Агатхе тут это стоит. О чем всегда забывают? Забывают, что вот здесь, в плюралисе генитива женского рода, ударение не переносится. Напоминаю, что в существительных, не в прилагательных, а в существительных, оно переносилось. Вот, например, здесь. Гномой, в генитиве, в плюралисе гному, он ударение на последний слог. Оно везде будет на последнем слоге. Хорон, югейон, тхалатон. Неважно, где оно было в номинативе, оно переносится на последний слог. Политон, нянеон. Но забывают также, что эта особенность на прилагательные не распространяется. То есть здесь вот ударение не переносится. Ну, то есть оно, конечно, переносится на второй слог от конца. Мы видим в номинативе аксиай на третьем слоге от конца, потому что последний ай вот это считается условно кратким. А в генитиве акси, он, омега долгая, и она как бы перетягивает в право ударение. Здесь оно стоит на последнем слоге от конца не потому, что это прилагательное женского рода, а потому что у него ударение на последнем слоге от конца в словарной формуле здесь, в богатхоз. То есть еще раз повторю, потому что об этом и забывают. В существительных женского рода и мужского рода первого склонения к генитиву сиплуралисе ударение переносится на омегу. Но вот здесь, не в существительных, а в прилагательных, этого не происходит. Оно не переносится на омегу. Прекрасно и трудно. Прекрасно и трудно. Без богов у смертных людей не появляется неплохой дивы. Хорошие деревья несут хорошие планы. Прекрасные деревья. Это множественное число. Только прекрасные. Бог знает. Гигнозка — это знает. Бог знает. Вспомни словарную форму «эрго». Это множественное число от «эрго». Это средний род. То «эрго» — это «эрго». Это «дела». Дела людей знает Бог. Дурные поступки и хорошие. Это уточняет. Бог знает. Два людей. Видите, там «тэйкай». И дурные. И хорошие. И дурные. Тапэнера. И хорошие. Мудрецы говорят, что человек есть маленький мир в большом мире. Микрокосмос, макрокосмос. Спасите убоги из... Кого спасите сразу? Моряков. Спасите убоги моряков. Из ужасных опасностей. Юмин какой-то падеж. Дательный? Да. Флуралис. Ведь у вас как бы, ну, на то сила есть. Вам это по силам. Гара объясняет предыдущую часть. Это вход будет или прибытие? Я вам нужно... Вход, вход. Это вход, проход. Ко число это? Ахай эй судой. Это множество входы. Из биотии, ватику. Там были тене, это узкая полоса земли. Это прилагательное, стенос. А, стенос. Знаете слово стенокардия, да, когда сдавливается сердце? Узкий. Ну, узкий, да. Тенос это узкий, да. Это прилагательное женского рода, потому что ходос это исключение. Это слово женского рода. Ходос. Или эйдос. Это неважно. С приставкой или без приставки. То есть приставка не влияет на род. Так. И поэтому прилагательное тоже женского рода. Избегай дружбы плохих и вражды с хорошими. Хорошие люди спасаются с помощью богов и от плохих опасностей. Даже от ужасных опасностей. Даже с помощью богов. Сюн, то есть хвост. Это тоже, кстати, я думаю, сакеативус, дативус, сакеативус вместе с богами. Ну, с божьей помощью, конечно. Как и англичане перевели. С помощью богов, да, с божьей помощью. То есть они слово хелп добавили. Называем хорошего друга врачом печали. Прекрасные друзья приносят прекрасный плод. Только наоборот. Ужасные, ужасные друзья. Дурные, дурные друзья. А, да, да. Я путаю все время. Значит, дурные друзья приносят и плод плохой, да. Все логично. Продолжение следует...